Девушки отдыхают Шалом, дорогие друзья! Сегодня у нас вторая часть нашей программы «Ушпизим» вместе с Валентином Романовичем Свёнтыком, пастрем еврейской мессианской общины «Свет Мессии». В первой части мы касались историю его обращения к Богу. И мы говорили о том, что Бог особым образом менял его жизнь, будучи простым подростком советской эпохи, и сыном родителей, которые разделяли идеи коммунизма, вообще советские идеи, советские ценности. Тем не менее, Бог прикоснулся к его сердцу через родственников, через близких. И мы говорили о том, что Бог благословлял его и силой, и мудростью, и способностью. Он был способным спортсменом, которому действительно в будущем пророчествовали, так скажем, хорошие высоты и достижения. Но приняв веру, приняв Господа как своего спасителя, Валентин выбирает следовать за ним. И те испытания, тот результат, с которым он сталкивается, вы знаете, друзья, я думаю, для нас это должно быть хорошим примером, вообще хорошим уроком того, как верующий, особенно как верующий подросток, верующий молодой человек должен воспринимать мир, должен воспринимать веру в Бога, и как он должен проходить эти сложные этапы. Итак, вторая часть, продолжение «Ушпизим» с Валентином Романовичем Свёнтык. Армия. Армия. Такой вот важный этап и значимый. Я в своё время, когда пришёл к вере к Богу, я очень часто думал об этом слове «армия», потому что это тоже было советское время, и это была та же церковь, что и у тебя. И я понимал, что парень, который пройдёт службу верующим, это настоящий верующий человек, потому что то, что происходило, вариации могли быть разные. От стандартного унижения, тогда даже просто человек неверующий шёл в армию, он переживал достаточно печальных два года, вот так просто, скажем, мягко печальных. Крайней мере полтора. Тогда было полтора, да? Два года, но полтора это... Если он доживал до дембеля, то, возможно, можно было ещё как-то там жить. И тем не менее, я помню, что в нашей среде ходили истории таких вот различных братьев молодых, которые умирали. Не возвращались. Просто не возвращались. Что-то происходило. Вот, как говорится официально, где-то упал, поскользнулся и не очнулся. Вот или там потерялся, или что-то с ним произошло. И все прекрасно понимали природу этих несчастных случаев и всё, что переживали эти люди. Итак, будучи спортсменом, я понимаю, что надежды армии, они же как бы в первую очередь направлены на спортсменов, на сильных людей, чтобы такие люди и служили. И я понимаю, что этот период был ещё связан с войной в Афганистане. То есть это тоже такое было важное событие. И было очень, в каком-то смысле, почётно, да? Если тебя брали туда, и ты мог там служить. И вот ты настоящий мужик, потому что ты служишь. Что было в твоей жизни? Расскажи, пожалуйста. Буду говорить о том, что ветераны Афганистана, в действительности ребята, они были очень сплочённые. Они были героем. Но и среди молодёжи это не было популярно. Это как сразу. Это было как чума, которую хотели каждый избежать, но не могли. В действительности, из-за моего дела, будем говорить, на каждого спортсмена, на каждого человека, на каждого человека вообще в Советском Союзе было дело. Потому что мы, как молодые люди, проходили банкомат и всё остальное. Даже в то время, в котором мы подрастали, наркомания была довольно, так сказать, принятая дело с этим молодёжью, алкоголизм, но не сильно, когда вы были выпивки такие, да? Какие-то велинические болезни, туда-сюда, да? То в моём деле, фактически, такого ничего не было. Потому что я не пил, я не курил, у меня не было никаких сексуальных отношений с противоположным полом. Успехи, да. И, наверное, на основании этого, когда мне исполнилось 18 лет, конечно, я об этом не сильно задумывался, об армии, так как таковой, я считал, что когда придёт это дело, как-то оно само собой разрешится. Ну, я не пытался избежать армии, потому что это, ну, наверное, неправильно обманывать, чтобы уйти от ответственности, которая стоит перед тобой, от твоего государства, от твоей страны, где ты родился. Но и не знал, как на это среагировать. Когда меня призвали в армию, как раз вот это прошло два года, поскольку мой папа перестал так сильно со мной общаться, не разговаривал. Когда я пришёл домой и принёс повестку о том, что я уже призван, мой папа сказал, наконец-то с тебя сделают мужчину. Я понимаю, о чём он говорил, что это будет сложное время, сделают меня сильным, крепким и так далее. Может быть, имел в виду, что выбьют из меня этот дурь, который в моей голове, по его мнению, очень много. Мама стала плакать, конечно же. Я помню, как нас забрали на призывной пункт. Команда была тоже ребят, которые были спортсмены. И мама имела возможность, ну, там несколько дней было, три или четыре дня, пока там собираются команды, пока она отделяет разные, например, войска, тому подобное. У нас была небольшая группа, где-то до 20 человек. И тогда мама сказала, потому что она была в корресполкоме, что эта группа набиралась на спецназ для последнего, наверное, в Афганистан. То есть, когда был конкретный Афганистан. И сначала учебка была в Германии, а потом перекидывали в Афганистан. Вот это меня больше, наверное, всего испугало. Не сама то, что я буду десантником или спецназовцем и так далее, меня напугало то, что я не смогу отойти от той ответственности, защищать или убивать людей, даже если они невинны, то есть без разбора. Это больше всего напугало, потому что Писание говорит, что не убей. И, может быть, и в то время я не понимал, что в действительности глубина еврейского понятия о том, что не делать задуманного убийства, то есть намеренного убийства. Есть случайные убийства, но при всем это все равно намеренное убийство, идти на войну, защищать, неизвестно какие стандарты. Поэтому для меня это было первым толчком, чтобы пойти поговорить о своей вере. Я помню, я зашел в командир, он опросился, я сказал, что у меня там есть в моем деле некоторые, ну, не по точности. Он говорит, какие? Я говорю, там написано, что я комсомолец, а я им не был. То есть, как бы, он говорит, как это ты не комсомолец? Я говорю, ну так, просто номинально меня зачислили, потому что я был спортсменом. А так я не поддерживаю этого понимания, идеологию, понятия. Он говорит, а при чем? Как на ком основании? Я сказал, я верующий христианин. Он говорит, ооо, так ты штунда? Ну, конечно, унижения пошли с первого оборота. И он говорит, так что ты не согласен? Я говорю, да, я не согласен. Я не согласен с политикой партии. Я не согласен с нашей войной в Афганистане. Я не согласен с тем, что я должен и обязан брать оружие и убивать невинных людей. Я не обязан произносить клятву, которую солдаты произносили, что если я не буду верен, то пускай постигнет меня суровая рука народа. То есть покарает суровая рука народа. То есть я готов нести мою службу в тылу, быть медработником, но без оружия. И, конечно, он посмотрел, посмеялся с меня и говорит, ну, дружи, ты умрешь все равно. Я, конечно, так был впечатлен этим. И буквально на следующий день меня отправляют домой. Я так удивился, говорит, жди, когда тебя призовут. Я побыл еще, так, гулял две недели. И меня обратно забирают. И уже команда, уже вся знает о том, что я верующий, что, как бы, сумасшедший небольшой такой есть там, отправляют меня в Самару. Это элитные войска. Те, которым оружие не выдают даже. Тем, которым оружие не дают. Но два солдата из Тройбата заменяют эскаватор. И, как бы, поговорка, которая звучала всегда. Я понимал, что это будет сложно. За ночь до моего, как бы, отбытия я находился в церкви. Была ночная молитва. Вся церковь за меня молилась. Было откровение о том, что я буду в лесу. Буду, как бы, один. Что за меня будет нужно очень много молитв. И что, если я станусь верным, Бог будет меня хранить. И я действительно попал не только в Самару. Мы бы уехали от Самары, наверное, километров 60. И там был секретный завод, где изготовляли двигатели для самолета. Особенно там разрабатывали водородный новый двигатель. Под командованием или головой был генерал-майор Кузнецов. Я запомнил, что завод был засекреченный, конечно же. Солдаты строили то, что они должны были строить. И я попадаю по-худистской среде леса. Я был среди почти двух тысяч человек солдат. Разных возрастов, с разным прошлым. Некоторые сидели, потому что до 27 можно было призвать. Поэтому некоторые сроки были. Было очень много людей из разных других республик. Чеченцев, казахов, узбеков, украинцев, конечно. Россиян было. Ну, короче, было свое. Советский Союз. Советский Союз. И вот там решались многие вопросы. То есть на кулаках, на бойнях и все остальное. Это не был секрет. Я очень переживал, что придет время, когда мне нужно будет выходить на строй и говорить клятву. Я не знаю, как это будет, как это делать. Но я сказал, что я не буду это делать. И чтобы я вас не позорил, я просто как-то по-другому сделал. Лучше не зовите меня. Ну, я не делал такой дерзкий поступок, потому что я понимал, что может чем-то хуже закончиться. И вдруг меня просто оставляют в роте, как дежурным. Все пошли принимать присягу. Я не принял. То есть за мной закрепилась этот момент такой, что я неблагонадежный. Распределив нас в разные части, моя первая приезд часть не была сложной, потому что весь наш призыв был молодой. То есть практически дембеля было там 10 человек, поэтому никто не сильно рыпался, слово такое, на молодежь. Потому что там были и чеченцы, и грузины, и все с горячей кровью. Поэтому все было тихо. Но меня сразу же КГБ вызвало в секретный отдел, и были каждый день допросы. То есть фактически... Что можно спрашивать каждый день? Это, наверное, одно и то же самое. Но с разной точки как бы... Просто изматывали. Изматывали, назвали чистка мозгов, узнавали. То есть для них я стал сюрпризом, потому что они говорили мне, вот у тебя отец коммунист, мама у тебя в госполкоме, плюс имеют награды. Все, каким образом, каким образом ты стал христианином такой? А что у вас там в церкви делают? А что ты имеешь в виду, когда ты говоришь не взять присягу, клятву не принимать? Вот по Писанию говорю. Я как бы как молодой человек, как и любой молодой человек, слаб в Писании, чтобы знать, что Писание, но знал некоторые ответы. Знаете, как все говорят, на любой ответ нужно говорить «Иисус Господь», да? Да. Но надо помнить, что и Писание тогда было в диковину. В принципе, его сложно было достать. Его сложно было достать. Я помню, когда же были переписаны Евангелие от руки. Это я тоже читал. Но мой дядя, когда я уходил, он мне дал Библию. Ее не отобрали? У меня ее украли. У меня не отобрали. Сейчас прятал ее очень хорошо среди вещей. Ее, конечно, у меня украли. Я потом не знаю кто, может просто так, но она мне пропала через пару месяцев. Но для меня это было тяжело, потому что за это некоторое время я потерял в весе 20 килограмм, весил где-то в 56, так вот. Очень тяжело было. Подъем был очень рано. Работа изнывающая, особенно для молодого призыва. Как всегда, бетон носили в ведрах на второй, третий, пятый этажах. Это же ничего другого не могли придумать. Изматывали. Тяжело было. Это для меня сыграло одну вещь, хорошую. Я понимал, что я не выживу. То есть, вот в это время изнурения, обзывания, ко мне прилепили кличку на святой. Это когда было построение. Каждый раз святой, ты где? Два шага вперед. И унижение там, это самое всевозможное, ну, обзывание. Потом очень много интересных вещей произошло. Единственным местом для моего, для моего отношения с Богом, молитвы, это был туалет. Общий туалет. Я вставал чуть-чуть раньше всех. Я из-за того, что я был настолько изматанных КГБ, и они пытали влюбировать меня, чтобы я стал предателем церкви. То есть, братьев, сестер мог потом продавать, был, смотрел за офицерами в роте, на секретном заводе, чтобы я примечал, чтобы я пытался, пытались меня как-то вербировать. Я отказался, и поэтому для меня это стало очень сложным моментом. Я молился на полу, преклонял колени. Я понимал, что одно такое слово. Если я прохожу это, то сверх силы Бог не дает. Значит, я могу. Иначе можно пройти. Иначе можно пройти. И вот для меня это время было такого стойкого держания. И позже много потом изменилось. Я был еще писарем у ротного, за ним закрепленный был. Конечно же, потом... Я знаю, что история была похожа на историю Иосифа. Что-то такое произошло, когда Бог, он видит преданность человека, постоянство человека в служении Богу. Он меняет обстоятельства, меняет людей. Можно немножко рассказать об этом? Это как раз была уже зима. Прошло примерно полгода. В то время, ну и многие сибиряки, но это не Сибирь, это предуралия, понимали, что на улице минус 40, минус 35. Это очень, ну как бы холодно. И мы, как солдаты, работали на разных объектах. Мы замерзали очень страшно, обмороженные ходили. И в один момент я пришел к начальнику объекта, подполковнику, кто заведовал строительством. И я сказал ему, что я хочу место на складе. Получил дерзновение. Я чувствовал искусство, потому что я слышал, что вот сегодняшний складовщик, он хорошо на дебель собирал, что-то типа такого. И он должен был его отпустить. И я пришел к нему и говорю, что я хочу это место. Он говорит, как у меня фамилия и так далее, я сказал. И он говорит, я слышал о тебе, я знаю, меня предупредили. Если я дам тебе это место, меня либо посадят, и я знаю, что я буду отвечать за это. Значит, вдруг я чувствую, что мне надо сказать другое слово. Я говорю, если я не получу это место, вас посадят. Если я не получу это место, он говорит, что ты имеешь в виду? И говорю, я могу сказать, что да, я верующий человек, но я могу вам гарантировать, что ни одна вещь не уйдет со склада. Не будет недостачи. Я буду верным в том, на что вы меня поставите. Это я могу гарантировать. Через три дня у меня, говорит, если ты так настолько уверен, принимай склад. Для меня принятие в складе я никогда не был складовщиком. Я никогда не дружил, как типа, где что должно лежать и каким образом должно быть описано. Я никогда не знал об этом. Но я принял в склад с большой недостачей, которая существовала. И для меня было это очень большим испытанием. Я не знал, что делать, честно. Моя жизнь изменилась очень резко. Я стал уважаемым человеком в части. Кладовщик. Кладовщик, да. Каждый пытался ко мне там, нам нужна плитка. А плитка в советское время такая дорогая, и так было ее не найти. Краска нужна. И я везде отказывал. Я стал уважаемым, но тоже самое ненавидимым человеком. То есть офицеры ничего не могли от меня получить. Я ничего не давал. И для них я стал очень большим, ну, таким неприятным. Проблемой. Проблемой. Вот. И пришло время, когда пришла проверка. Мы об этом знали. Проверку прошли. И по милости Божьей Бог дал мне мудрость, что сделать. Прошла вся хорошо комиссия. Мой начальник хорошо вздохнул, имеется в виду. Так ему стало хорошо, что он напился. Что все нормально, что вы не посадили. И через время он мне говорит, сядь, ну, учись мы поделать подписи. Я как-то напрягся сначала. Он говорит, это для того, чтобы можно было закрывать наряды. Потому что мне нужно уезжать. Мне нужно будет тебе говорить. И ты будешь ходить туда-сюда. И вот такой момент пришел, что он мне доручил печать, ключи, подпись. И это было доверие, которое я не мог подорвать. Вот. Мою роту отправляли в разные объекты. А я оставался даже один. Ночевал в роте. Ходил спокойно по городку. И так Бог вышел на встречу. Оставшиеся полтора года Бог просто держал меня на таком месте, где я, в действительности, только по милости. История Иосифа. История Иосифа. Ну, и я немножко разболтался, буду говорить так. И я начал делать прически себе. Где-то даже наглости набрался, чтобы подкрасить волосы. Хотел быть модным. В 80-е годы. Ну, это так, я вам говорю. Ну, вот это и история. Потом у меня, конечно, я был дембель. Это тоже своё ещё одна история. Уже придя из армии, как раз уже не было ни Афганистана, ничего. Это 88-й год, начало. И как раз вот некое пробуждение началось. Мы слышали о маяках, когда собиралась молодёжь. И молодёжь хотела на улицу. Мы очень сильно стали евангелизировать, молиться. И началось такое очень интересное время. Я поехал с нашей молодёжью в маяки. Это Одесская область. И там я встретил свою будущую жену Татьяну. Хотя не имел намерения жениться. Я считал, что не давать повода девушкам ни в чём даже носить их сумки, чтобы не было какого-то прецедента. Я боялся, честно говорю, что за свою будущую жизнь и за свою супругу. Потому что, хотя я был модным парнем, я фарцовщиком был в это время. Как раз тоже ещё одна история. И я понимал, что я не мог найти себе девушку, которая бы подходила мне по моим вкусам, моему мировоззрению. Все немножко были другого склада. Я кидал вызов джинсами, я кидал вызов прическами, я кидал вызов всем. И поэтому мне не дали крещение по этой причине. Что я немножко был радикален. Нас в молодёжи вызвали, запретили даже петь песни, хлопать. Я пообещал, что не буду это делать и так далее. Ну, подобное. Это история другая. И Бог сверхъестественно, буду говорить. Я молился Богу, что Таня, Татьяна Али, это девушка, которая с моей последующей жизнью связана. И Бог помог, будем говорить так, потому что я упал только на Бога. Татьяна была тоже немножко в шоке, потому что они готовились к эмиграции, как раз Израиль, эмиграция через Михаила Давидовича, все семейства. И папа, она пришла к папе и говорит, что делать, парень мне нравится, но я не собираюсь замуж. И папа сказал, ну, будем говорить так, либо он с нами едет, либо ничего не будет. И, конечно же, в течение, мы познакомились где-то в сентябре, и уже в феврале мы сыграли свадьбу. И это был наш путь эмиграции. Мы пытались эмигрировать в Израиль, но так как отец Татьяна Михаила Давидовича Кохланд был не только евреем, но и пастором Писетинской церкви, Сахнут уже в Вене, разузнав о вероисповедании, сделал нам, как бы сказать, переадресацию, отказ в въезде, хотя у нас были визы и все остальное для эмиграции самой в Израиль. И мы через буквально больше, чем полгода ощутились уже в штате Техас, Аустин, и незабываемое время. Конечно, мы не знали, что 14 февраля это является день Валентина, как говорится, в Америке. И вот 14 февраля мы приземлились в Аустине, и вот так наша жизнь началась в Америке. Но до эмиграции у меня был очень серьезный разговор с Богом. Я говорил, что если это возможно, что если, я же не на Татьяне, и эта эмиграция часть моего будущего плана, я хотел бы, Господь, чтобы это было связано с моей миссией, я хочу быть миссионером. Я хочу служить тебе, я хочу служить, но я не имел в виду обратно приехать в Советский Союз. Я имел в виду Африка, я имел в виду еще где-то Южная Америка. Пока была приятнее мысль об Африке, чем в Советском Союзе. Потому что об этом говорили, мы Бонки смотрели, все остальное, миллионы людей, которые каялись. И это была моя просьба перед Богом, что если я буду в Америке, если я должен быть в Америке, да, вот попаду туда, то я должен, наверное, я хочу учиться, я должен буду пойти в еврейский колледж. Вот это была моя мысль. И фактически так начался путь уже в Америке. А как вы стали частью еврейского миссианского служения? Это тоже, если говорить, это еще можно, еще одну передачу сделать, которой не хватит. Я могу только сказать одно. В 1990 году наша женщина, с которой приютила нас или приняла нас к себе домой, ее сестра была замужем за итальянского еврея. Он верующий был в миссианский еврей. И мы поехали на служение, конечно, это будет так, Бенехинова в Даллас. Это церковь на скале называлась, и пастор Лерри Ли был ее пастором. Тогда там Господь еще коснулся сверхъестественно через помазание, мы переживали о том, через Бенехина. Да, и там было слово о том, что буду служить народом. Как бы очень интересно, это своя история. И после служения мы поехали в маленькую миссианскую общину. Тогда у нас служение. Нам хотели показать, потому что они знали, что мы евреи, и нам хотели показать служение. Когда мы зашли в здание... Я не могу без слез это вспоминать, но я понял, что я дома. Песни, служение, общение, мишпуха. И я не хотел туда уходить, я не хотел... Мы были потрясены вообще Божьим присутствием, выносом Торы, чтением кипы, талисы, там и так далее. И я понял, что я не могу без этого. И когда я через год приехал в Даллас учиться в «Христос для народов», то не знал я то, что этот колледж, он проеврейский, произраильский, будем говорить так. Дети директоров, они служили в Израиле, замужем за евреев, весь фокус был Израиль, наши профессора были евреями. И это было настолько сильно, что я не мог по-другому жить. Я ездил на миссианское служение, на конференции. И такое вот возрождение началось таким образом. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был наш особый ушпизим Валентин Романович Святый, пастор еврейской миссианской общины. Мы ждем вас до следующих встреч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok